Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас будем обсуждать встречи президентов Украины и Франции. Поговорим об этом с политологом Михаилом Кацином. Михаил, приветствуем вас. Я хочу напомнить телезрителям нашим, что работает у нас онлайн-голосование, уже заканчивается свою работу. У вас осталось совсем немного времени, чтобы оставить ваш вариант ответа на опрос, который сегодня звучит следующим образом. Кто стоит за избиениями одесских активистов? И три варианта ответа. Власть, бизнесмены и обычные хулиганы. Оставляйте ваш вариант. Совсем скоро подведем итог. Михаил, ну и вас традиционно также спросим. Ваше мнение. Из этих трех вариантов за какой проголосуете? Вы знаете, я хотел бы отметить, что, конечно же, это прискорбно, что такие случаи происходят у нас в городе. Так и вне зависимости от того, кто стоит за совершением подобного акта, я считаю, что на фоне тех вызовов, которые стоят перед нашей страной в области внутренней политики, в области внешней политики, заниматься такими вещами, как избиением активистов в 21 веке в государстве, претендующем на роль и на будущий статус участника европейской интеграции, это скверно и непристойно. Я так бы ответил на ваш вопрос. Услышали вас. По поводу сегодняшней встречи Петра Порошенко и Рануэла Макрона в Париже, что скажете? Как они закончились, эти переговоры? Положительно ли для Украины? Знаете, я хотел бы сказать, что переговоры, безусловно, носят положительный характер. Безусловно, это успех, очередной успех на внешнедипломатической арене нашего президента. Надо отметить, что Петр Порошенко является очень грамотным, искусным переговорщиком, дипломатом. И если вопрос, связанный с внутренней политикой и проводимой реформой, они вызывают где-то скепсис, где-то вызывают какие-то сомнения у граждан, то, безусловно, внешний курс нашего президента, он поддерживается всеми украинцами. И надо отдать должное, наш президент, я думаю, в топе дипломатов нынешнего европейского континента. Ну вот, хотелось бы все-таки сравнить эту встречу с встречей с Дональдом Трампом. Очень долго этого ожидали, на самом деле, еще и зимы анонсировали, только вот сейчас удалось, совсем недавно. Ну вот, на самом деле, очень противоречивое мнение по этому поводу. Кто-то говорит, ну вот, как вы, наверное, скажете, что это успех дипломатии, успех президента, кто-то, наоборот, скажет, что там даже на неофициальный обед не позвали в Белый дом, и как-то там сбоку его провели, и, в общем-то, встреча была очень короткая. Сравнивая визиты нашего президента в Америку и Францию, надо отметить, что визит в Америку и общение с Трампом скорее носило характер достаточно холодный. В английском есть замечательное слово «on cordial terms», да, то есть это такое холодное, выдержанное сотрудничество. В отличие от общения с Трампом, которое носило, безусловно, холодный характер, общение с Макроном, видно было, что оно носило дружеский характер. Во-первых, это люди одного поколения, одного мировоззрения и одних внешнеполитических позиций. И оба президента со скепсисом относятся к проводимой политикой нынешней Российской Федерации, нынешней элитой Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что встреча была намного более результативной. И если в случае Соединенных Штатов Америки Конгресс давит на Трампа и заставляет Трампа двигаться в фарватере политики, избранной Конгрессом, именно такого давления на Россию, то здесь даже не нужна Национальная ассамблея Франции, потому что президент Франции настроен на сотрудничество с Украиной. Да, а чем вы объясняете такую заинтересованность в разрешении ситуации на Донбассе? И почему Макрон так желает помочь? И даже формулу могут назвать, сам процесс урегулирования формулой Макрона. Вот прям такая какая-то особенная заинтересованность. Есть две причины. Одна субъективна, другая более объективна. Субъективная причина в том, что Россия сделала все, чтобы Макрон полностью отошел от Путина, и чтобы у них установить непризнанные отношения. Вторая объективная причина. Макрон заинтересован в том, чтобы стать лидером новой Европы. И в этом смысле он хочет выступить не только союзником Меркель, и не столько союзником Меркель, но и как инициатором, и фактически двигателем изменений в Европе, чтобы утвердиться как лидером на Европейском Кандидате. Ему нужно положить свою повестку. Я хотел бы отметить, что Макрон, в отличие от Оланда и в отличие от Саркози, это первый президент за долгое время, в принципе, сравнивая с Шираком, первый президент за долгое время, со времен Француза Миттерана, который предлагает свою повестку дня. И не боится ее предлагать, а и у президента, у которого присутствует харизма, а как раз харизма и формируется вокруг человека, способного нести за собой какие-то идеи, смысла и так далее. Макрон, безусловно, является таким человеком. Макрон говорит о том, что нормандский формат, который должен продолжаться, не будет обновляться, он будет как-то там по-своему интерпретирован сейчас, он предлагает возможность решения вопроса Донбасса в течение двух месяцев. Вот такие заявления новоиспеченного президента Франции, как факт того, что ему нужно оправдать практически каждое сейчас свое слово, потому что только начал свою работу, чтобы доказать, что действительно я человек, который несет ответственность за свои слова. Будет что-то подобное в обозримых двух месяцах, которые заявлены? К сожалению, мне кажется, что эти заявления не излишне оптимистичны. И все-таки надо понимать, что Макрон только вступил на пост президента, и он находится в определенном таком кураже, и этот кураж влияет и на трезвый расчет. Безусловно, конфликт на Востоке Украины, конфликт и войну с Российской Федерацией невозможно закончить в течение двух месяцев. Это процесс, который уже носит затяжной характер. И я думаю, что решение этого... Но в свое время же Петр Порошенко обещал, что закончит войну в считанные дни. Опять же, действительно, наш президент обещал это сделать, но он обещал это перед вступлением должности в первый месяц, но потом события показали, что, к сожалению, не все, что мы хотим, реально реализуем. Но вот, к слову, Петр Порошенко пригласил французских сенаторов посетить Донбасс. Насколько велика вероятность того, что это действительно произойдет? Или это вот такие просто красивые громкие слова? И опять же, реакция на них такая же протокольная. Это дипломатические реверансы, которые всегда должны присутствовать. Я думаю, что вполне возможно, кто-то из французских политиков посетит восток Украины. И уже мы знаем, что и посещали неоднократно восток Украины. И знают ситуацию на востоке Украины. И поэтому тут, как говорится, не нужно даже ехать, чтобы понимать, что происходит. И ни у кого не осталось в Европе иллюзии в отношении конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Но надо понимать, что настроения в Европе и в Соединенных Штатах Америки, они проукраинские. И действительно сейчас немодно поддерживать Россию. Михаил, давайте услышим вашу коллегу. У нас на связи политолог Александр Решмидилова. Добрый вечер, Александра. Привет, привет. Сегодня в Париже состоялась встреча двух президентов. Президента Украины и Франции. Как оцениваете эту встречу и какую пользу она может принести? Ну, вот говорим об озримом будущем два месяца. Скажем так, конец июня и июль до середины. Это время, которое может подарить для Украины прорыв в международной арене, которую многие ожидают. С чем это может быть связано? Не только гиперактивностью Макрона, потому что кроме встречи с Порошенко у него состоялась встреча еще и с Меркель. Важная встреча, на которой явно показано дальнейшее сотрудничество Франции и Германии. Французская пресса даже окрестила новую ось МММ. Это Макрон и Меркель. То есть им удается пока наладить диалог, причем диалог равноправный. А Макрон сейчас в регионе, я говорю про ЕС, может действительно быть локомотивом. И Меркель это также на руку, потому что все сложные решения, которые нужно было бы ей принимать самой, не просто можно переложить на Макрона, а Макрон сам берет пальму первенства. Это можно же рассчитывать на то, что возможно будет прорыв в нормандском формате. Ведь уже есть информация, что как раз в конце июля, вот в конце июня, начало июля, скажем так, в том саммит от G20, возможно, будет все-таки встреча в формате нормандском. Сейчас идут переговоры. Да, а что вы ожидаете от этой встречи? Еще будет потом и саммит ЕС в Украине, что тоже крайне важно для нас. Что ожидаете от встречи, которую анонсировали? И она, на самом деле, будет совсем скоро, действительно, не больше двух недель и состоится встреча в нормандском формате. Какие тезы прозвучат, на ваш взгляд, на этой встрече? Ну, ожидаем следующего. В первую очередь, аккуратной работы Меркель. Ей явно до осени не стоит делать детских телодвижений. И она максимально заинтересована. Но если не сохранять статус-кво, то, по крайней мере, не пускать волны, назовем это так. Поэтому основная инициатива может исходить все-таки от Макрона. Если он будет сохранять тот темп и тот напор, с которым он даже провел встречу с Петром Алексеевичем, если не перейдет на более сухой дипломатический язык, а будет там достаточно резко даже в каких-то вопросах высказываться в сторону Российской Федерации, то возможно смещение акцентов, скажем так, пока, знаете, держим пальцы скрещенными, чтобы не сглазить. Но Украина может, наверное, рассчитывать на Францию как, если не лоббиста, то, по крайней мере, уверенного партнера. Главное, чтобы не качнулись весы в противоположную сторону. Вы говорите о каком-то таком очень сдержанном поведении и риторике Ангели Меркель. Не будет ли это влиять, собственно, на торможение самого процесса, который может, по-вашему, инициировать Макрон? Смотрите, тот ход вещей, который есть, именно результат сдержанной работы даже не так самой Меркель, как молчаливого и Ваня Оланда. Вот благодаря тому, что позиция Франции, скажем так, голос Франции зазвучал резче, может Меркель где-то, и если, скажем так, не промолчать, то согласиться теперь, наоборот, с Макроном, а не решать самостоятельно многие вопросы. Давайте не забывать, что в формате G7 Трамп четко дал понять, что вопрос Украины – это головная боль госпожи Меркель. Так вот здесь она постарается эту головную боль разделить напополам, знаете, чтобы не вся горькая ягода досталась только ей. Александра, ну вот если подводить итог, можно говорить о том, что встреча, нынешняя встреча двух президентов, она была такой конструктивной, что называется без лишних разговоров, все по делу? Ну, рабочие визиты, это всегда все по делу. Я могу вам сказать, что тот темп международный, который подарил как раз июнь, я и вношу сюда, и визит в Вашингтон, и как раз, вот я же говорю, после встречи, Петр Алексеевич, все-таки виделся не так давно из мерки, тоже в формате ЕС. Это говорит о том, что постоянно идут не просто телефонные переговоры, а уже с глазу на глаз. То есть, возможно, все-таки идет, ну, скажем так, из вот этой пробуксовки норманского формата, мы потихоньку выходим. По крайней мере, вот явно этого жаждет Макрон для того, чтобы получить дополнительные баллы. Но также давайте смотреть на то, что Макрон будет очень сильно погружен во внутренние вопросы ЕС. У них нет своих дел, достаточно. Я думаю, что если сейчас не удастся резко выйти из пробуксовки по Нормандии, то тогда они погрузятся полностью во внутренние европейские вопросы. Какие-то вот конкретные преимущества для нашей страны? Возможно, французские инвесторы, которые будут помогать бороться с мусором, которые будут помогать бороться с мусором. Ну, вот хотелось бы более таких вот продуктивных решений, каких-то проблем украинских. Следует ожидать? Воля, об этом говорила сегодня. Конечно, но я все равно встаю на позиции, что первые 100 дней Макрон свои будет посвящать Франции, а не любым другим вопросам. Поэтому ожидать, что он всецелом нырнет в украинские завалы и мусора, в том числе и начнет их разгребать, ну, явно не стоит. Да, услышали вас. Спасибо вам большое. Александра Ильич Медилова, политолог, была у нас на телефонной связи. Михаил, ну вот у вас, прошу, что касается конкретно какой-то пользы для нашей страны, тех же инвесторов французских ожидать? Или это, опять же, протокольное мероприятие, где все друг другу руки пожали? Ну и все. Я, с вашего разрешения, хотел бы отреагировать сначала на комментарии уважаемой коллеги по поводу нормандского формата. Дело в том, что нормандский формат – это механизм. Чтобы этот механизм работал, нужно движение с двух сторон. Накануне выборов президента в России, который состоит в следующем году, Путин не пойдет на резкое улучшение отношений с Западом и на решение конфликта с Украиной. Он не пойдет не потому, что тогда это поставит под сомнение избрание его на пост президента России. Нет. Безусловно, Россия – это авторитарная страна, проголосуют как нужно, и нет альтернативы Путину в условиях тотального информационного вакуума в России. Но Путин боится показать даже малейшую слабость. Именно поэтому он не пойдет ни за что на урегулирование конфликта на востоке Украины. Он будет держать это напряжение, даже несмотря на то, что объективно Россия – это невыгодно. Россия находится под жесточайшими санкциями, но на это не пойдет. Отвечая на ваш вопрос по поводу французских инвесторов, я с вами полностью согласен. Отношение и поддержка Украины будет идти не только на государственном уровне, но и на уровне частных инвестиций, потому что Украина – инвестиционно привлекательная страна. И учитывая определенный импульс, который дадут французские политики на уровне исполнительной, на уровне законодательной власти, я уверен, что французские инвестиции придут в Украину. Вопрос только в том, сможет ли Украина и сможет ли украинская власть гарантировать, во-первых, свободу инвестиций, во-вторых, транспарентность и возможность защитить эти инвестиции. Потому что мы знаем, что, к сожалению, ряд инвесторов, которые заходят в нашу страну, сталкиваются не только с бюрократией, но и с бюрократией, коррупцией, и с отсутствием даже минимальной возможности защитить свои интересы перед лицом вот этого бюрократического монстра. Левиафана. Михаил, давайте прямо сейчас услышим прямую речь президента Украины Петра Порошенко и вернемся в студию и продолжим обсуждать. Пожалуйста. Мы провели очень грунтовые переговоры по порядку денному наших двосторонних отношений. Мы договорились о том, чтобы прискорить проведение двосторонней экономической международной комиссии. Мы договорились про конкретные напрямки співпрации в энергетической сфере, в том числе, я поднялся вопрос активизации работы по залучению французских инвесторов в галузи переробки смятя. Дуже важна наша співпрация в сельско-господарской, переробной промышленности и покращении инвестиционного климата. Мы договорились, чтобы французские компании почували себя комфортно и природно в Украине, и чтобы это было запорукою активизации и расширения французских инвестиций в разные галузи, включая солнечную энергетику. Окремо мы привели внимание на необходимость прискорения извольнения заручников. 128 заручников украинских перебывают на оккупированной территории, и больше 40 в российских вязаницах. И мы будем ждать, что внаслідок пожвавления консультаций в нормандском формате мы добьемся суттєвого прогрессу в данной очень сильной сфере. Я очень благодарю президенту за оптимистичную оценку по Минским угодам и поддержку позиции по БСЄ. Я уверен в том, что разом с твердой позицией Франции и ЕС по Криму, с невизнанием незаконной анексии Крима в 2014 году, это очень мощный фундамент для продолжения и расширения нашего переговорного процесса с Францией и Европейским Союзом. Мы уверены в том, что запланованные заходы, включая сотрудничество на уровне Великой Симки, включая двустороннюю сотрудничество, безопасную сотрудничество, и программа, которую мы наметили на следующие несколько месяцев, изображает тот потенциал, который имеют величезные отношения между Украиной и Францией. Итак, 128 украинских заложников находятся на оккупированных территориях, 40 находятся в российских тюрьмах. Сама встреча президента Украины и Франции может ускорить их освобождение? — Я думаю, что вряд ли это ускорит освобождение заключенных, наших узников совести, которые находятся в Российской Федерации. Почему? Опять же, в силу характера Путина вспомним, как долго Путин не отпускал Ходорковского, который в течение 10 лет с 2003 по 2013 год томился в российских тюрьмах. И не было никакой уверенности в том, что он выйдет из тюрьмы. И даже несмотря на активное посредничество бывшего министра иностранных дел Германии Геншера, освободить Ходорковского удалось только в декабре 2013 года. И опять же, это как бы со стороны было решение самого Путина. Поэтому я думаю, что Путин принципиально не пойдет на освобождение украинских узников совести. Но давление такое необходимо. И опять же, в политике никогда нельзя сказать наверняка, что случится завтра, а тем более послезавтра. И убежден, что вот как говорил вождь одной, к сожалению, случившейся революции Владимир Ленин, если стучать об стену, рано или поздно она рухнет. В данном случае, если стучать о кремлевскую стену, рано или поздно она тоже рухнет. А вот, кстати, Александр говорил о весах, которые могут качнуться не в ту сторону. Вот что должно произойти, чтобы, например, наши отношения с Францией заметно ухудшились? Может ли вообще такое произойти? Ну, опять же, в политике может быть все. Но я думаю, что сейчас в этом не заинтересована ни Украина, ни Европа. И, понимаете, вот ветер, который подул начиная с 2014 года, и ветер со стороны Российской Федерации, он кардинально поменял мышление европейцев. Если еще 4-5 лет назад для Лондона, для Парижа, для Берлина точка зрения Москвы, она играла важное значение, и только потом уже прислушивались к точке зрения Киева, то сейчас с точки зрения Киева является ключевой и для Берлина, и для Лондона, и для Парижа. И что бы ни случилось во взаимоотношениях, все равно обе стороны понимают, что нужно двигаться вместе. Ну и позиция по санкциям лишнее тому подтверждение, да? Безусловно. Никто санкции не собирается отменить. Безусловно. И позиции Сената Соединенных Штатов Америки, и позиции Европейского парламента, и позиции национальных легистратор государственных Европейского Союза однозначно это показывают. Слушайте, Михаила, вы согласны с вашей коллегой Александрой Ришмедиловой, которую только что включали, что данная риторика со стороны Ангели Меркель будет в каком-то смысле сдержанная сейчас, и такая, возможно, выборочная? Или она будет также активно поддерживать интересы Украины? Тут есть два момента. Первый момент – это приближающиеся выборы в Германию, и Меркель, она, очевидно, хочет остаться на новый срок, то есть, фактически, повторить подвиг Коля, так и быть четыре срока у власти как канцлера Германии, и поэтому ей нужно сохранять умеренную риторику с тем самым, чтобы сконсолидировать у себя максимально число избирателей. Кроме этого, очевидный факт – это пребывание Меркеля последние 13 лет у власти. Конечно же, политик после 13 лет у власти, он уже теряет какой-то темп. Макрон, он только пришел к власти, у него есть этот задор, будет желание перемен, желание себя показать, как у любого человека, так и у политика присутствуют такие черты поведения. Но в целом вы положительно оцениваете уровень украинской дипломатии, и очередная встреча нашего президента с президентом другой страны, опять-таки, тому подтверждение. Да, я хотел бы отметить, что никогда в истории Украины президент Украины, как институт, не совершал столько зарубежных визитов, как вот у меня президента… У нас не было простого, язычного президента. И не только, тут даже, я с вами соглашусь, и это играет большую роль, но у нас не было настолько респектабельного президента. И вот так, как к Украине относятся сейчас, к Украине никогда не относились. Я хочу напомнить, что еще 10-12 лет назад Украины буквально на порог не пускали к себе европейские лидеры и президенты Украины. Но опять же, какой-то ценой мы помним, что у нас происходит на востоке страны, это действительно ужасно и страшно. Да, да. Благодарим вас, Михаил. Спасибо вам большое, что присоединились к работе нашей студии. Михаил Кацин, политолог, был у нас в гостях. К этому часу подводим итоги всего информационного дня, итоги голосования, в котором и вы принимали участие. Звучало оно так. Кто стоит за избеянием одесских активистов? Три варианта ответа. Власть, 42% принявших участие в голосовании, бизнесмены, 33% и обычные хулиганы. 25% это из тех людей, которые приняли участие в голосовании. Прямо сейчас передаем слово Али Есиной с финальным выпуском новостей. На сегодня мы увидимся уже завтра. До свидания.